Электроника это большой прорыв для человечества. Током бьёт, блядь! Для демонстрации работы соберём простенькую схему на фоторезисторе. Ну, хоть она и простенькая, но схема работает и позволяет нам понять, как работает фоторезистор. Схема состоит из шести деталей и всего на одном транзисторе. А чё так можно было, что ли? У нас три резистора. 1 кОм, 16 кОм и подстроечный на 47 кОм. Фоторезистор, светодиод и транзистор маломощный BC547. Питается схема наша от 5 вольт. Принцип работы схемы достаточно простой. Здесь у нас на фоторезисторе и сопротивлениях собрано нечто вроде делителя напряжения. Работает это всё так. Когда у нас на фоторезистор попадает свет, его сопротивление уменьшается до 100-200 Ом. Наш транзистор закрывается и светодиод перестаёт светиться. Соответственно, когда у нас происходит затемнение фоторезистора, сопротивление его увеличивается, может увеличиваться до нескольких мегаом. Наш транзистор открывается, начинает пропускать через себя электрический ток и наш светодиод загорается. В схему можно добавить реле и подключить какую-то более мощную нагрузку. Подстроечным резистором можно менять чувствительность нашего датчика освещенности. Настроить его так. В каких положениях нам нужно, чтобы открывался транзистор и пропускал через себя электрический ток. И в каких он закрывался. В зависимости от освещения. Вот наша схема навесным монтажом. Я собрал, чтобы продемонстрировать это всё, как работает. Зарядник от Nokia 5-вольтовый. Вот представим такую картину. Сейчас день, светло, всё нормально. Светодиод не светит. Наступает ночь. Всё, светодиод начинает светить. Наступает день. Светодиод не светит. Ночь. День. Ночь. День. Ночь. Поскольку сейчас дневное освещение в комнату поступает с улицы, поэтому срабатывает он при полном перекрытии. И когда мы полностью перекрываем наш фоторезистор, светодиод загорается. В вечернее время, даже в комнате, где есть свет, достаточно было вот так просто перекрыть рукой. То есть на расстоянии где-то 20 мм. И светодиод у нас загорался. То есть именно вот эта схема, она в ночное время будет, в сумерках, она будет хорошо работать. И когда будет рассвет, фоторезистор будет отключать нашу нагрузку. В данном случае светодиод. Вот сейчас уже лучше работает. Поскольку сейчас свет комнатный, не уличный. И можно видеть, как наш датчик срабатывает. Это действительно новое слово в науке и технике. Вот такое сегодня видео, в котором мы рассмотрели простенькую схему. Я вам показал, как работает датчик освещения, построенный на фоторезисторе. На этом я заканчиваю. А вы поддержите видео лайком, подпиской, ставьте колокольчик. Всем пока!